Доброго здоровья! Рад, что много вопросов приходит, и многие даже адекватные. Ну, во-первых, я хочу сказать, дорогие мои братья-армяне, люди, у которых фамилия заканчиваются так же, как у меня. Доброе утро! Появление Османской империи и так дальше. Разве вы не поняли еще, что их нету, этих аргументов? Их нету. То, что что-то написано в современных словарях, в современных энциклопедиях – это не аргументы. Поскольку нужно нажать кнопочку в этой энциклопедии, и она должна быть активна. Нужно получить ссылочку на документик. И когда мне говорят, что вы изучаете карты 16-18 века, Армения существует на картах гораздо более ранних. Так, братья, пришлите, я буду изучать. Круглые сутки их буду изучать, эти ваши карты. Их нет, понимаете? Нет. Древнегреческих карт не существует. Это по описаниям, которые находятся в рукописях Страбона, Птолемея, Платона, якобы находятся. Может, и находятся. Так вот, по этим описаниям в 15-16 веках начали только составлять карты. Понимаете? Начали составлять карты. И причем консилиума, на котором решалось, а где именно привести локализацию того, что написано у всех этих древних писателей. Такого консилиума не было. А почему этих карт появилось какое-то количество? И все они появились в Европе, братья-армяне, в Европе. Именно поэтому я европейские источники изучаю. Нигде, ни в каких других местах этих карт нету, они не появлялись. Почему они в Европе появились? Это тоже все достаточно просто. Дело в том, что когда возникла эпоха, началась эпоха книгопечатания, то книжки имели очень высокую цену и покупались богатыми людьми. И это был очень хороший бизнес. В конце 15 века появилось множество типографий в Европе, в Европе, только в Европе. Все они, список этих всех типографий существуют. Мне интересен очень конец 15 века, поскольку в это время было напечатано одно из произведений литературно-художественных. Основано, как говорят сейчас, на реальных событиях оно, но оно литературно-художественным остается. Где впервые упоминается страна Армения. Я изучаю это, исследую, и когда у меня будет готово мое исследование, я вас познакомлю с его результатом. Обязательно. Так вот, если бы эти аргументы действительно существовали, я обращаюсь к адекватным людям, то их бы мне уже за эти годы, которые я открыто говорю, высказываю свое видение нашей истории, мне бы уже тысячу раз прислали. А что мне присылают? Пойдите в Википедию, пойдите туда и идите куда подальше, Филипп Фортанович. Я вам анекдот один расскажу, знаете. Английский. Вот я сейчас, я сейчас, перед тем, как расскажу анекдот, скажу кое-что еще. Я сейчас стучусь в вашу дверь. Я хочу вам что-то сказать. Я хочу вам сообщить важную вещь, очень важную. Я хочу, чтобы вы ее услышали. Почему? Потому что мне дорог народ моего отца. Мне дорого то, что пришлось выстрадать. Не армянскому народу, нет, а простым людям, простым. Понимаете разницу? Потому что армянский народ – это слишком общее выражение. Подлецов хватает у нас. Негодяев. Верхушки, которая всегда наживалась. И, в общем, всегда и наживается на простых людях. Я хочу помочь вот этим простым людям, которые, как в Персии понятия не имели, чего там задумал Исраил Ури, как в Турции понятия не имели, что задумали Дашнаки. Я вот вам хочу помочь. И я стучусь в вашу дверь и хочу сказать. Послушайте меня, пожалуйста. Все лежит на поверхности. Только нужно захотеть открыть глаза. Но пока что дверь вы не открываете. И я вам хочу рассказать один анекдот. Хочу, чтобы вы его услышали. Анекдот такой. Сидит джентльмен, ну, какой-то, не знаю, герцог, может, в Лондоне, и читает газету. И тут раздается стук в дверь, стучит его слуга. Джентльмен, сэр, говорит, что вам нужно. И слуга говорит, сэр, Темза вышла из берегов. Он говорит, не мешайте, я читаю газету, и я еще не допил кофе. Вот он читает, опять стучит. Джон говорит, сэр, Темза вышла из берегов и затопила первый этаж. Сэр говорит, я еще не допил кофе, и не отвлекайте меня, Джон. И тогда без стука через какое-то время отворяется дверь. И звучит голос слуги Джона. Темза, сэр. Вот в том, что я делаю, я ваш слуга. Обычный слуга. И я хочу вас предупредить, что надо завязывать, пить кофе уже, и читать газеты, в которых глупости написаны. И нужно что-то делать. Нужно принимать во внимание стихийное бедствие, которое затопить может всю вашу любимую родину нынче, которая есть. Для меня это не родина, и для моих предков не родина, и для меня родина – это Османская империя. Желаю вам не услышать эти слова. Темза, сэр. Теперь, что касается вопросов некоторых, удивительные вещи, знаете. Вот один человек написал под видео, которое я выложил ночью. Вот, я прошу прощения, говорил несколько косноязычно, просто от усталости. Много приходится делать, работать по дому. То, чем я занимаюсь в своих исследованиях, это я занимаюсь сверхурочное время, понимаете. Мне за это деньги не платят. Вот, и не этим я кормлю свою семью. Это ответ тоже многим людям, которые там позволяют себе оскорбление в мой адрес на почве денег. Так вот, удивительная вещь. Один человек написал, говорит, его спрашивают, ну, меня спрашивают о том, что такое, почему Армения, там, провинция называлась Арменией. А он говорит, Армения, Кармания, Туркомания, с неуважением. Нет, дорогой читатель, слушатель, такие названия на картах 15-го и 16-го веков. У меня есть карта из Палаца Дельвекио, это известные карты. Вот, я не знаю, 15-го ли они, ну, не позже 16-го. Там есть такие названия, и на многих картах есть названия Туркомания, Кармания и рядом Армения. Это всё есть. И это не значит, что я пренебрежительно говорю об Армении. Это значит только, что вы не знаете, о чём говорить. Потом возникло такое, от представителя азербайджанского народа пришёл, а есть ли историческое право у армян на государственность, ну, там, в этом регионе или в другом. Он, правда, потом, в общем, мы нормально пообщались, адекватно всё человек понимает. Об историческом праве на государственность, я считаю, говорить нельзя на этой земле, потому что когда-то просто не было никаких государств, и, соответственно, у всех не было когда-то исторического права на государственность, если вообще пользоваться подобной терминологией. Я думаю, что наша задача не искать историческое право на государственность, а быть адекватными людьми просто и понимать. Вот если армяне живут в Нагорном Карабахе, допустим, то тут что нужно сказать? Да, ну, как бы, это не было государством Армении, здесь не было государства Армении, это не была историческая земля армян, но мы тут каким-то образом появились. Но в конце концов мы, там, простые люди, мы же не виноваты, что мы там появились вот здесь, и мы хотим, чтобы мы жили в мире. Да, мы не собираемся тут оттяпывать у кого-то куски. У нас нет такого права. Вот. Ну, может быть, если мы договоримся, допустим, вы нам дадите, там, какую-то автономию, потому что мы христиане, у нас немножко другие законы. Вот давайте посмотрим, как было когда-то в Османской империи. Христианам давали свой суд, в общем, своих чиновников, и они там варились в своем котле, никто их не трогал. Никто их не трогал. Братья-армяне сейчас уже возмущаются, как так в Османской. Никто не трогал армян в Османской империи. Любимый был родной и близкий народ. Потом кое-кому не нравилась наша дружба, и поэтому это все разрушили. Вот. Я уже начал об этом рассказывать в своей книге Исраилу Ри, Ларец Пандоры, поэтому начните читать, оттуда все начинается, а потом начнете дальше понимать, что происходило дальше и почему. Вот. Наверное, это много чего написали, но я не буду, потому что ничего особо серьезного не написано. Почему я обратился к слову «провинции»? Не потому, что на картах… Вот вопрос, вы понимаете, о чем говорю. Предыдущее видео, в котором я отвечаю на вопрос, почему часть территории Турции и Персии называлась Армения, несмотря на то, что таких провинций и каких-то вообще административных единиц ни в Турции, ни в Персии не было под названием Армения. Почему? Я попытался ответить. Я ответил с помощью словаря 1690 года, где дано понятие «провинции». И оно дано не только в том виде, в котором мы знаем его, но еще есть и другие варианты этого понятия, этого слова. Я его вам привел. И если знать эти другие варианты, то можно себе ответить на вопрос, откуда взялись вот эти надписи. Там, я вам скажу, такие вещи в 17 веке и в 16 веке, в 16, в конце 16 века были языки не только армянские, которые не имели отношения к народу. Вот следующую свою коротенькую статью я посвящу этому вопросу. Армянский язык не имел отношения к армянскому народу. Так вот, были языки, допустим, язык нестерианский, был такой, сейчас вы знаете о нем, был такой, но нестерианцы, нестериане, нестерян, это был орден католический, был нестерианский язык. Его так называли, представляете, в конце 16 века, и армянский язык так называли. И когда перечисляют народы, народы перечисляют, говорят, а дальше говорят, и там же еще проживают мусульмане, нестериане, армяне, и так дальше, и так дальше. То есть все время армяне попадали в категорию орденов и религиозных общин. Вот. Но очень интересная вещь. А что именно называли армянским языком? Многие называли авторы армянским языком язык, на котором говорили простые люди. Это очень интересно. Они сами этого не скрывали. Какой язык они называли армянским? Авторы европейские, конца 16 века. Следующее видео и следующая статья будет именно об этом. Всего доброго. Всех обнимаю.